Чтобы сделать жизнь в городе комфортнее, необходимо решить много самых разных проблем. Лучше остальных о потребностях округа знают его жители. На собрание трудового коллектива по выдвижению социально значимых инициатив сотрудники Химки Электротранс пригласили членов общественного совета проекта «Химки. Интересно жить». Участие во встрече с сотрудниками предприятия приняли Владимир Суслов, Александр Пронин, Игорь Абдулаев, Александр Васильев, Егор Горовой и Юлия Ишкова. Вместе они обсудили идеи, направленные на развитие городского округа. Кроме них, никто лучше не знает о том состоянии, в каком микрорайоне они живут, на своем предприятии, какие у них проблемы. Поэтому очень важно с ними встречаться, и мне это нравится от коллектива, услышать то, что они выдвигают. В настоящее время предприятие Химки Электротранс осуществляет перевозки пассажиров на трех троллейбусных маршрутах. Основным направлением работы предприятия является обеспечение стабильной и безопасной работы троллейбусов на линии, а также постоянное повышение качества обслуживания пассажиров. Протяженность троллейбусной маршрутной сети Химки Электротранс составляет более 17 километров, а протяженность контактной сети почти 24 километра. На благо горожан в компании трудятся десятки квалифицированных специалистов. С особой ответственностью они подходят не только к своей работе, но и к жизни вокруг. Коллектив предприятия Химки Электротранс организовал собрание, на котором выдвинули социально значимые инициативы, направленные на развитие и благоустройство родного города. По приглашению сотрудников предприятия в этом собрании приняли участие представители общественного совета «Химки Интересно жить», которые поддержали их идеи. Безопасность дорожного движения, движение транспорта на доворовой территории. Площадка для выгуливых собак тоже интересует жителей, где выгуливают своих домашних питомцев. Но в основном такие проблемы, которые не требуют больших колоссальных затрат. Инициативы работников предприятия «Химки Электротранс» поддержали члены общественного совета проекта «Химки Интересно жить». Часть инициатив уже выросла в серьезные проекты. В период пандемии, во время волонтерской деятельности, участники проекта «Химки Интересно жить» предложили создать виртуальный музей. Сегодня на платформе памяти размещают интервью с воспоминаниями ветеранов Великой Отечественной войны. Этот проект объединил несколько поколений химчан, которым дорога память о подвиге их дедов и прадедов. Проект «Химки Интересно жить» – это не только мастер-классы, которые были организованы для всех жителей нашего городского округа. Это еще и добровольческое движение, и это еще замечательнейший проект виртуальный музей. Это уже не первое собрание в «Химках». Подобные встречи проходят в трудовых коллективах предприятий города, школ, детских садов, библиотек, домах культуры, а также других коллективах. Инициаторами этого движения выступили химчане из первичных отделений партии «Единая Россия» и активисты проекта «Химки Интересно жить». Все предложенные инициативы будут систематизированы и размещены на едином сайте для дальнейшего голосования. Уже в апреле химчане смогут отдать свой голос за понравившуюся инициативу, определив тем самым очередность ее реализации.